Сергей Павлович, как готовится южный склон к началу летнего сезона? Какие работы проводятся и хватает ли на все это вам денег? Добрый день, уважаемые жители Савиньона, южного склона в частности. Хороший вопрос, очень сложный, такой емкий. Денег не хватает никогда, наверное, чтобы сказать, что все делается по плану, однако работы начались в конце мая, они практически заканчиваются в том объеме, в котором мы думали произвести. Что касается конкретно этих работ, здесь на южном склоне, на большом пляже была проведена замена леерных ограждений, практически порядка 77 или 80 метров, как вы их увидите. Те части, которые были совсем гнилые, их убрали, поставили новые. Те, которые можно было отремонтировать, отремонтировали. Соответственно, потом их сварили, покрасили и они сейчас готовы к эксплуатации в летние периоды. Далее, как мы видим сзади нас, наш общественный туалет, которым пользуются все жители Савиньона, его привели в порядок. В каком плане, та плитка, которая была повреждена, ее восстановили, новую поставили плиточку, приклеили и, соответственно, покрасили и сделали красивый вид. Те фонари, которые были находились в таком состоянии, что они ржавые, практически ржавчина их съела, тоже почистили, привели в порядок, покрасили. Что касается Авроры, внутри Авроры находится плиточное покрытие, которое, к сожалению, на сегодняшний день находится в очень плохом состоянии. Но в связи с тем, что, опять-таки, нехватка денег, сделали частичный ее ремонт, восстановление. Оно сейчас продолжается, к сожалению, в таком рабочем состоянии. И те моменты, которые можно делать за те скромные деньги, которые мы собираем, эти работы проводятся. Поэтому хотелось бы отметить, что, прежде всего, что Коммунсервис выполняет свои обязательства, это когда есть финансовое наполнение. А когда люди не платят или мало платят, как можно выполнять эти работы? Объясняю жителям, что необходимо сдавать деньги. И тогда требовать те работы, которые запланированы, и качество выполнения. Но, к сожалению, у нас люди не все это понимают или не хотят понимать. Поэтому делаем то, что можно делать. А кроме того, хочется еще попросить жителей беречь то, что уже создано. Вот мы когда с вами спускались к южному склону по лестничке, видели, что плафоны просто крадут плафоны с уличных фонарей. Ну, это бич нашего поселка, наверное, сказать можно. Потому что те работы, которые выполнены и выполнены хорошо для наших жителей, эти вандалы, так называемые, они приводят к таким вот последствиям печальным. А именно, как вот срыв плафонов. Но это еще мелочь, потому что плафон, в принципе, можно все-таки купить на место поставить. А если мы обратим внимание на ступеньки на большом пляже, центральный вход, там было вообще выбито две ступеньки напрочь. Оставался только один остов, и люди могли просто-напросто повредить ногу или сломать ногу. Но в мае месяце мы заливали эти ступеньки три раза. Почему три? Потому что написали ограждение, не ходить, работы ведутся. Людям все равно. Прошли один раз, сделали, ну ладно, понятно, там не заметил, может быть. Хотя табличка висела, все висело. Второй раз поломали. И только, конечно, когда уже вечером третий раз переделали ступеньки, когда уже здесь был охранник, находился именно здесь, только благодаря ему эти ступеньки остались, так сказать, живы. Это первое. Ну и второе, те ступеньки, которые были восстановлены на лестнице от Калиды к южному склону, там пять ступенек было уничтожено, в принципе, тоже разбито. Работы велись. Просто-напросто пришлось полностью перекрыть лестницу, положить на стил, для того, чтобы их не повредили. Вот сегодня вы увидели, что они в состоянии, в хорошем состоянии. Лестница готова к эксплуатации. Растение, которое оплетало лестницу, в принципе, убрано. Трава покошена. И люди спокойно сейчас ходят на пляж. Кроме этого, были выполнены работы по покраске электросчетов, которые приводятся в порядок каждый год. Потому что наш морской климат, к сожалению, делает свое дело. Их почистили, покрасили, привели в надлежащий вид. Я обратил внимание, что сам пляж очень чистый. Песок, как будто бы просеянный. Какие работы проводились на пляже? Работы, прежде всего, проводились по уборке случайного мусора, или мусора, который выкидывается с моря. Там и колеса были, и бревна, и банки с подкраски, то есть кто выполнял какие-то работы. Очень много мусора. Его вывезли порядка целого КамАЗа. Собирали после этих всех штормов весенних. Здесь закреплен человек за этим пляжем. Он убирает этот пляж, собирает мелкий мусор и водоросли, частично те, которые выбрасываются. Он собирает этот мусор, выбрасывается. Как видите, тут стоит контейнер под мусор. Он сейчас пустой практически. Но работа каждый день выполняется, поэтому пляж, в принципе, чистый. Ну а сейчас мы переместились с большого общественного пляжа на Малый. И, Сергей Павлович, расскажите, что сделано здесь? На Малом пляже, в принципе, сделана была работа по замене лейерных ограждений, потому что они здесь все сгнили, в очень плачевном состоянии были. Их срезали и ставили новые полностью лейерные ограждения. Вот они здесь у нас. Мы их видим. Даже была установлена дополнительная поперечина одна, для того, чтобы там дети не могли проскользнуть. Ну и покрасили, соответственно, привели надлежащий вид. Затем недавно привезли кабинки для переодевания и душ, душевая кабинка, чтобы для удобства наших жителей и гостей было это все сделано. Сегодня-завтра здесь будет подведена уже вода, для того, чтобы люди могли спокойно после моря обмыться, и, соответственно, переодеться и уйти спокойно домой. Здесь работает также человек, который убирает этот пляж. И, как вы видите, сам пляж убран, чист. Поэтому, в принципе, нормально все здесь у нас. И в завершении вопрос, который наверняка интересует очень многих жителей Савиньона. Какой режим работы общественных пляжей Большого и Малого будет в этом летнем сезоне? То есть будет ли он закрываться на ночь? Как это будет вообще происходить? Конечно, пляж будет закрываться, во-первых, для того, чтобы тут случайные люди не приходили, не распивали спиртные напитки, как это зачастую бывает в плане того, что хотят это делать. Поэтому здесь охрана, в принципе, для этого и существует, чтобы следить за этим, и чтобы потом они не лезли в эту воду и, не дай бог, не утонули на нашем пляже. Но, слава богу, такого пока не было и, надеюсь, не будет. Значит, работа пляжа, да, она будет осуществлена, там уже есть таблички на Большом пляже, он работает с 8 до 22 часов, а Малый пляж будет работать с 8 до 24, скорее всего, так будет. Ну, планируем, по крайней мере. А с 24 до 8 это будет технический перерыв, то есть он будет закрыт, чтобы никто здесь не ходил, не гулял, не распивал ничего, не ел. Чтобы плюс человек потом спокойно пришел, убрал пляж, чтобы на день был чистый, ухоженный, хороший пляж. А смогут ли жители заехать на своих автомобилях или все-таки лучше спускаться пешком? Я думаю, они не заедут отдыхающие. Почему? Потому что здесь, прежде всего, живут жители Савиньона-Дачного, улица Солнечная, здесь живут жители лодочной станции, здесь живут жители Авроры, Южного склона, собственники. Поэтому, если еще будут заезжать отдыхающие, то тут не только не проехать, туда же не пройти будет невозможно между машинами. Они ставят машины вдоль дорог, машины не могут разъехаться. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время будет выставлен пост наверху Южного склона, там будет охрана, шлагбаум, и все, кто здесь проживает, они будут беспрепятственно проезжать. Но, к сожалению, гости будут спускаться по лестнице, через Калиду или по Южному склону, я думаю, это не проблема, или через Нижнюю Сиреневу лестница есть, она тоже убирается. Поэтому, я не думаю, что это будет проблемой. Ну вот, а технически, где человеку оставить лучшую машину в Савиньоне-Дачном, чтобы потом спуститься пешком на пляж Южного склона? Ну, прежде всего, любой приезжающий, отдыхающий, гость, он не может оставить машину, скажем, в первом Савиньоне, или в Савиньоне-Дачном, или в третьем Савиньоне. Она будет мешать по-любому, потому что там живут люди, собственники, и они должны проезжать, заезжать, выезжать, как все нормальные люди. Для этого есть территория, скажем так, парковочных мест на улице Ольгевска, где человек может спокойно заехать туда, поставить на какое-то время автомобиль, прийти сюда отдохнуть, спокойно прийти туда, сесть в свой автомобиль, и беспрепятственно выехать и уехать, чтобы не создавать ни себе проблем, ни жителям Савиньона в целом. Замечательно, спасибо большое, и до встречи на пляжах Савиньона. Окей, всего доброго, всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин